Паре из американского города Шервуд, Джошуа Марбери и Алиси Квинни пришлось на собственной шкуре прочувствовать всю несовершенность судовой системы. Однажды они решили пойти на свидание и оставили своего годовалого сына Джейкоба на попечительство няни. Вернувшись домой, Джошуа и Алиси увидели следующую картину, маленький Джейкоб заходился плачем, в то время как нянечка просто-напросто спала. Более того, ребенок оказался с синяками на теле, причем на его лице явно прослеживался отпечаток ладони. Возмущенные родители вызвали полицию и на следующий же день подали заявление в суд. Хотя со стороны дела казалось совершенно ясным, тем не менее судьи не нашли веских оснований для наказания няни. Оказывается в соответствии с местными законами, в случае нанесения легких травм обвинительный приговор, можно присудить лишь в том случае, если потерпевший даст соответствующие показания. Но ведь Джейкобу всего один годик и он не в состоянии рассказать, что же произошло на самом деле. Возмущенная мама опубликовала фотографии избитого сына на своей страничке в фейсбуке и подробно описала произошедшее. Эта запись вызвала целую бурю негодования всего за сутки, более 150 тысяч людей сделали ее репост. К счастью, народный гнев возымел действие. Группа юристов принялась готовить соответствующие поправки к закону, которые должны изменить процедуру следствия, если дело касается совсем маленьких детей или же людей с отклонениями в развитии, которые не могут четко описать произошедшие. Надеюсь, что эта история не пройдет даром и с изъянами законодательство будет покончено не только в США, но и во всем мире. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.